СКУТЕР На заправках, наконец, стал общедоступным сжиженный газ, и водители покупают его и его уже без талонов. Дефицит топлива объяснили ремонтом на заводах-поставщиках. Улицу Алтенсарина продолжают переводить в порядок. Атрауинжстрой производит укладку верхнего слоя асфальта в районе остановки Байганина. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Октябрь продолжает радовать октябренцев теплой солнечной погодой. Как сообщили сегодня синоптики, в ближайшие двое суток осадков не ожидается. И даже в ночные часы температура воздуха будет в значительном плюсе. Переменная облачность, безусадка. Ветер южный 6-11 м в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла. 9 октября облачно, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла. 10 октября облачно, дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 тепла. Мягкая теплая погода в предстоящие трое суток ожидается и в целом по всей области. 8 и 9 октября без осадков. Ветер южного направления. В ночное время 5-10 выше нуля, днем 22-27. 10 октября синоптики прогнозируют сильный дождь на западе и севере региона. Но ночные температуры будут сохраняться на уровне 5-13 со знаком «плюс». А в дневное время столбик термометра покажет 23-28 выше нуля. Скутер врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате столкновения скончались водители и пассажиры двухколесного транспорта. Трагедия произошла ранним утром 5 октября в районе Курмыш. По факту авария начато досудебное расследование, сообщили сегодня в департаменте полиции. 5 октября в 4 часа 45 минут 18-летний водитель скутера по улице Ряхова допустил наезд на грузовую автомашину «КамАЗ», припаркованную на обочине дороги. В результате столкновения водитель скутера и его 20-летний пассажир скончались на месте происшествия. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух или боев лиц, начато досудебное расследование. На октябренских заправках наконец стал общедоступным сжиженный газ. И водители покупают его уже без талонов. За последние пару месяцев наличие этого топлива было проблемным вопросом для автолюбителей. И на АЗС собирались большие очереди. Несколько недель октябренские водители провели в очередях за сжиженным газом. Наконец ситуация стала стабилизироваться. И можно покупать топливо без талонов. Здесь, на АЗС, по проспекту Нокина, автогаз стоит 59 тенге за литр. Но были трудности и были без газа до этого. Да, по-любому сложно делать, что без газа. По-любому. Как такое, напоминаете вообще каждый год? Я девушка, я не водитель, я не знаю. Ну, вообще, как считаете, власти должны запас делать, чтобы не было специфика? Нет, без разницы, самое главное, чтобы машина ездила. Для нашего региона на октябрь выделено 11 388 тонн сжиженного газа. Областное управление предпринимательства отмечает, что уже сегодня с местных заводов по плану должны отгрузить 346 тонн. Министерство энергетики на октябрь текущего года выделило для Активинской области 11 388 тонн газа. В период с 1 по 6 октября с местных заводов отгружено по авто 1790 тонн сжиженного нефтяного газа. 3 октября доставлено 30 вагонов газа с завода 750-х тюберной газ. 5 октября с завода также 750-х тюберной газа было отгружено 36 вагонов сжиженного газа. Как пояснили в ведомстве, дефицит автогаза был связан с ремонтом производственных мощностей и, как следствие, снижением выработки топлива. Сейчас с окончанием ремонта отгрузка газа производится в штатном режиме. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». 71% избирателей проголосовали за АЭС, сообщает «Спутник Казахстан» со ссылкой на ЦИК. Явка по стране превысила 62%. Своё волеизъявление выразили около 5,5 миллионов человек в воскресенье. В Казахстане прошло голосование на референдуме по АЭС. Наибольшую активность проявил электорат Казлардинской области. Там явка составила 82%. Самая пассивная гражданская позиция у жителей Алматы. На референдум пришел только каждый четвертый житель Южной столицы. Наблюдатели нарушений к моменту закрытия участков не зафиксировали. По данным Генпрокуратуры, всего поступило три обращения, связанных с нарушениями в процессе голосования. 74% – такова явка избирателей нашей области на референдуме по строительству АЭС. Как сообщили сегодня в областном избиркоме, 69% актёбинцев поддержали инициативу президента по строительству атомной электростанции. Всего в области было развернуто 530 избирательных участков, а по степени участия в голосовании наша область заняла третье место по стране. Наша съемочная группа накануне наблюдала за процессом голосования. В 7 утра в Актубе открылись 175 избирательных участков. Наряду с тысячами горожан свое право высказаться по поводу строительства в Казахстане атомной электростанции осуществил и Аким города Азамат Бекет. Накануне, в выходной день, люди встали пораньше обычного, чтобы пойти и проявить свою гражданскую позицию на первом стране голосования, не связанном с конституционными и политическими преобразованиями. Были долгие споры, нужна ли нашему государству АЭС. И одним из первых, кто посетил избирательный участок на территории 30-й школы, стал Аким города Азамат Бекет. На голосование он приехал вместе с супругой. Наше взрослое поколение активно принимает участие в голосовании. Кроме этого, и молодежь тоже активно принимает участие. Для нас это очень важно, так как в будущем нас ждет большие, хорошие перемены. Кроме этого, в настоящее время 1418 избирательных комиссий, участников избирательных комиссий. И, пользуясь ситуацией, я хочу выразить им благодарность, что с утра они выполняют свою работу. Избирательный участок, как и остальные, работал с 7 утра. И для голосования здесь установили 5 кабинок. Все по правилам контролера в составе избирательной комиссии и независимые наблюдатели. С утра уже в 6.30 у нас уже очередь была, первоголосующая была. И дедушки, бабушки у нас активно участвуют каждый год на выборах. На вашем участке также голосовала Акимгорода, да? У нас, да, в участке голосовала Акимгорода, который проживает по проспекту Абая. На некоторых избирательных участках провели продовольственную ярмарку. Здесь продавали свежую клубнику, яблоки и выпечку от местных производителей. После голосования избиратели могли прикупить что-нибудь домой к столу. Предоставили выпечку свежую, горячую и также чайные наборы. Для удобства, да, для рожан? Да, да, да. Да, чтобы, ну, все такое, чтобы удобно было с собой взять. Да. В октябре насчитывается 343 тысячи избирателей, и для них были с 7 часов утра до 20.00 открыты 175 избирательных участков. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жумаев, программа «Факт». Военнослужащие и молодожены, пенсионеры и долгожители. Кто-то поспешил на избирательные участки с самого утра, другим урны для сбора бюллетеней принесли на дом. 18-летние студенты впервые в своей жизни пришли на голосование и остались довольны впечатлениями. Для 18-летних юношей и девушек референдум стал первым в их жизни опытом голосования. Студенты медицинского университета не применули воспользоваться такой возможностью напрямую поучаствовать в жизни страны. Будущие медики пришли на участок под номером 56, который открылся прямо в одном из корпусов вуза. Я учусь в Западно-Казахстанском университете имени Марата Успанова, 132-й группе, первый курс, факультет медицины. Один пришел голосовать. Что-то проходит? Хорошо, быстро все прошло. Долго не было. Один из первых избирателей Рамазан Саман по традиции получил подарок на память. К слову, молодое поколение показало себя весьма гражданские активные категории. Голосовали целыми коллективами – студенты, молодые военнослужащие, молодые семьи и даже роженицы прямо в стенах роддома. Участок номер 56 в городе Ахтюбе, находящийся на базе медицинского университета имени Марата Успанова, свою работу уже начал в 5.30 утра. По обычной процедуре мы открываем участок, готовимся, и уже в 7 часов мы запускаем первых избирателей наших. Впрочем, старшее поколение в этот день не уступало молодым. Так проголосовал единственный оставшийся в нашей области ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Грецкий. И его супруга опустили свои бюллетени в переносную урну, которую им на дом доставили члены избирательной комиссии в Храмтау. Свой выбор сделала и 104-летняя Тура Шкодай-Колова из Байганинского района. Долгожительница пожелала своей стране процветания и светлого будущего. О важности проведения референдума сегодня говорили в региональном университете имени Кудайбергена Жубанова. В ректорате вуза прошел совет с участием преподавателей разных дисциплин. На данный момент по экзитполу более 70% проголосовал за строительство атомной электростанции и меньше проголосовал против строительства атомной электростанции. Ну это, во-первых, большое политическое событие, потому что народ участвовал в принятии политических решений, кроме государственных органов, кроме президента. Поэтому большинство людей проголосовало за, чтобы АЭС строили имену в Казахстане. Гости встречи обсудили итоги референдума и то, как происходил сам процесс голосования. Преподаватели отмечают, что актуальный вопрос строительства АЭС не раз обсуждался и студентами университета. В стенах вуза проводились круглые столы, молодежные дебаты и тематические часы. Улицу Алтенсарина продолжают приводить в порядок. Плачевное состояние проезжей части вызывало множество нареканий. Сейчас дорога стала комфортнее для передвижения. Рабочий ТО «Актрао Иншстрой» производит укладку верхнего слоя асфальта в районе остановки Байганина. Протяженность улицы Алтенсарина 1 километр 278 метров. И ремонтом здесь подрядчик занялся достаточно давно. Дороги частично перекрывали, но из-за большого потока машин возникали заторы. Сейчас новый асфальт укладывают в районе остановки Байганина и по направлению к улице Ломоносова. Как вообще? Новая дорога? Довольны? Конечно. Раньше много было ям, котик? Много. Хорошая дорога. Дорога хорошая. Я, правда, вышла, не вижу, думала, что полили. Как считаете? Долго прослушать? Конечно. Каждый год делают дороги. Ну пусть делают. Улучшают проезд. Что сказать еще? Здесь первым слоем укладывается крупнозернистое асфальтобетонное покрытие, а верхний слой – щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Судя по текущему ремонту, по улице Алтенсарина будут улучшать ливневку и установят бордюры. На месте работают несколько единиц спецтехники, и дорожники стараются уложиться в нужный срок, чтобы открыть проезд для автотранспорта. Улица Алтенсарина является одной из оживленных в старой части нашего города. Больше месяца назад здесь начался ремонт дороги, и водители испытывали многие неудобства. Сейчас здесь производится укладка последнего слоя асфальта. И местные жители надеются, что новая дорога очень порадует не только глаз, но и удобством. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Участие в нем приняли главы МИД России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстан, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. А завтра главы государства обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ. Примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году. На саммите также планируется принять обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Миссия наблюдателей от СНГ дала оценку голосованию на референдуме по АЭС. Голосование проходило в деловой и спокойной обстановке, сообщил глава миссии Леонид Анфимов. Миссия наблюдателей от СНГ побывала в девяти регионах Казахстана, посетила 618 избирательных участков. И несмотря на то, что о проведении референдума было объявлено чуть более месяца назад, решение о его необходимости озвучил президент Казахстана Такаев более года назад. А потому у граждан Казахстана было время и возможность осознанно сделать свой выбор, сказал Анфимов. Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу, сообщила МИД Казахстана. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек, сообщило ведомство. Это обеспечило явку 81%. Четверо рабочих погибли в городе Рудной Кустанайской области. 6 октября на пульт 112 поступило сообщение о том, что при выполнении работ по очистке бункера глубиной 5 метров спустились и не поднялись на поверхность 4 человека. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи. Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Медики констатировали смерть. Причины гибели рабочих пока неизвестны. Полиция начала досудебное расследование. На шахте Казахмыса в Карагандинской области случилось ЧП. Из-за выбросов угарного газа погибли двое рабочих, сообщает «Спутник Казахстан». Создана комиссия по расследованию несчастного случая, заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. На месторождении Саяк возле Балхаша погибли два шахтёра. Как передаёт телеграм-канал «Патриот», 34-летний Дулат Игимбаев и 23-летний Мадияр Турезбаев отравились газом. Их третий коллега госпитализирован. В департаменте по инспекции труда Карагандинской области подтвердили факт и квалифицируют это как групповой несчастный случай. Создана комиссия, проводится специальное расследование. 33-летний пожарный из Карагандинской области погиб во время тушения пламени в степи. От полученных ожогов Хайрат Хали скончался на месте. Трое его коллег находятся в больнице. По словам очевидцев, пожарные попали в огненную ловушку в высокой траве. Огонь распространялся очень быстро и отрезал спасателям пути отхода. МЧС Казахстана накануне сообщило лишь о трёх раненых, пишет «Спутник Казахстан». Мужчина разбился насмерть на скальной тропе в Актау. Как пишет портал ЛАДА со ссылкой на ДЧС региона, погибший по неосторожности сорвался со скульптурной композиции «Русалка» на камне. Данные и личность погибшего устанавливаются. Семилетний мальчик напорол сына Вилы в Казаларде. Инцидент произошёл в пригородном селе Мохамбет. Спасатели за короткое время с помощью гидравлических инструментов перекусили зубья Вилы и освободили ногу мальчика. Оказав первую доброочебную помощь, передали ребёнка бригаде скорой помощи. С 9 по 10 октября в Казахстане пройдёт форум выпускников советских и российских вузов. В форуме примут участие руководители и сотрудники образовательных организаций и организаций здравоохранения, представители органов государственной власти и госкорпораций, активисты из числа выпускников российских вузов, а также руководители и члены Ассоциации выпускников из стран СНГ. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Благоприятные погодные условия и оптимальная влажность почвы агрария завершает уборку полей и по сравнению с прошлым годом выше будет и средняя урожайность, и объёмы собранного зерна. Новое приложение КОМЕК-109 предназначено для фиксации таких проблем, как несвоевременная уборка мусора. Сегодня в ситуационном центре рассказали, как пользоваться новым ресурсом. Диктор высшей категории и лицо канала. Она многие годы отдала работе на РИК-ТВ и воспитала целую плеяду молодых телевизионщиков. Куль Паршин Аккатова отметила свой 70-летний юбилей. На завтрак, на обед и ужин, какой бы вкус вам ни был нужен, из всех столовых Актубе выбирайте Коктюбе. Хоть для взрослых, хоть для ляль, вся еда у нас халяль. Для гурмана просто рай, 8 горячих. Выбирай европейской и восточной и домашней кухни точно. Чай или компот в подарок и парковка без запарок. Ждём вас с 9 утра до 10 вечера. И сам увидишь, как тебе еда и цены. В Коктюбе, улица Улиханова, 35, вход через ретропарк или кинотеатр «Локомотив». Вы хотите просто дать рекламу без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберётесь в три счёта. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе «Медиагруппы Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Начинайте утро вместе с нами. С сентября мы выходим по-новому. Программа «Жанна Тан» по понедельникам, средам и пятницам. Новое утро по вторникам и четвергам. Ждём вас в 7.30 на Рика ТВ. Пусть новое утро будет началом вашего удачного дня. Субтитры предоставлены. В году планируются в ближайшие дни. Темпы уборочной кампании рассмотрели в ходе совещания под председательством заместителя главы региона Голымжана Елеова и сделали вывод, что этот год выдался для местных аграриев более урожайным, чем прошлый. В минувшем году было получено на 200 тысяч тонн зерна меньше. Средняя урожайность также была ниже – на 3 центнера с гектара, добавил глава сельхозуправления. Больше всего зерновых собрано в Мартугском, Хромтауском, Каргалинском районах и в областном центре. В полевых работах задействованы 3,5 тысячи единиц спецтехники. Это тракторы, комбайны, прицепы и грузовики. Наша задача – успешно завершить осеннюю полевую кампанию. В настоящее время начат сбор масличных культур. Уже убрано 8 тысяч гектаров. При средней урожайности 9,6 центнера с гектара получено почти 8 тысяч тонн продукции. Также собрано 49 тысяч тонн картофеля и 43 тысячи тонн овощей. Уборка урожая продолжается. Благоприятные погодные условия и оптимальное количество влаги в почве позволили получить урожай выше уровня прошлого года. В регионе функционирует 7 элеваторов, общей вместимостью 685 тысяч тонн. В настоящее время в них хранится более 140 тысяч тонн зерна. Также поступило более 120 тысяч тонн уже нового урожая. Общая же площадь всех посевов в этом году составила 707 тысяч гектаров. Почти треть этой площади была отведена под корма. 48 тысяч гектаров – под масличные культуры. 3,4 тысячи – под картофель и 3,3 тысячи – под овощи. Влад Рогушев, программа «Факт». Для казахстанцев разработано новое приложение «Кумек-109», которое предназначено для фиксации таких проблем, как несвоевременная уборка мусора и плохое состояние дорог. Сегодня в ситуационном центре рассказали, как пользоваться новым ресурсом. Жалобы по поводу мусора, плохой дороги или упавшего на дорогу дерева поступают часто, в том числе и в нашу редакцию. И уже почти месяц распоряжения казахстанцев новое приложение «Кумек-109», которое можно установить на iPhone или Android. Оно бесплатное и легко устанавливается. У нас заработало мобильное приложение. Буквально месяц назад оно начало свою работу. Я хочу вас познакомить с этим приложением. Оно очень удобное. Его просто скачиваете либо в Google Play, либо в Apple Store. И оно создано, чтобы оперативно решать все вопросы касаемо нашей жизнедеятельности, нашего города. Вы можете сразу отправлять ваши обращения, ваши жалобы, ваши заявления. И самое удобное, что это очень важно, вы можете отслеживать все этапы вашего обращения. При входе в приложение нужно включить геолокацию и указать точное местоположение того или иного нарушения. В текстовую графу нужно вписать комментарий к жалобе, а после этого стоит загрузить фото или видео, зафиксировав всю картину неудобства. После отправки сообщения в госорганы пользователь получит обратную связь. На экране будет указан статус запроса, рассмотрен он или нет. Сейчас также идет работа над тем, чтобы ответственные ведомства отправляли свои отчеты в приложение. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». 5 октября в Казахстане и ряде других стран мира отмечается День Учителя. Награды и подарки в свой профессиональный праздник получили и актюбинские педагоги. В торжественной обстановке лучших представителей сферы образования поздравил Аким Актюбинской области Асхат Шахаров. От учителя зависит просвещение молодежи и, как следствие, будущее всей страны. Поздравляю всех педагогов всех образовательных учреждений страны с их профессиональным праздником. Трудитесь и дальше на благо всего государства. Желаю вам профессиональных и творческих успехов. В Актюбинской области работает около 26 тысяч педагогов. На профессиональный праздник власти наградили около 100. 43 из них были удостойны нагрудного знака «Эбрая Алтынсарин». Сегодня нашу телекомпанию посетила одна из самых знаковых фигур актюбинской тележурналистики. Диктор высшей категории. Она многие годы отдала работе на РИКО-ТВ. Служила рупором между журналистами и зрителями в программе новостей «Таулик». Воспитала целую плеяду ярких молодых дикторов, которые работают по всему Казахстану. Кульпаршин Аккатова отметила 70-летний юбилей. И сегодня ее поздравили коллеги и сотрудники областного Акимата. Ее голос знаком нескольким поколениям зрителей. А профессионализм и преданность делу заслуживают особого внимания. В уютном зале телекомпании РИКО-ТВ с цветами, чаем и сладостями Кульпаршина Аккатова ждали коллеги и друзья. Все они пришли поздравить нашу героиню с 70-летием. Директор компании Наталья Бондровская отметила, что Кульпаршин Курмантаевна не просто диктор. Она наставник, воспитавший целое поколение дикторов, которых можно видеть на экранах под логотипами разных казахстанских телекомпаний. Пришли девочки, ой, вроде неплохо читает, ой, вроде ничего, иди диктором. Тогда так не было. Пока Кульпаршин не выучит, пока не пройдет эту маленькую школу у нее, почему маленькую, и два, и три месяца проходили, никто не идет в эфир. Никто. Вспоминая лучший момент ее карьеры, мы видим Кульпаршина Аккатову на экране с неподражаемым голосом и харизмой, сообщающую о событиях в октябре и Казахстане. С диктора начинаются новости, поэтому говорить нужно правильно. Именно стремление к уровню Кульпаршина Аккатовой вдохновляло многих начинающих сотрудников телекомпании. В 80-е годы до прихода на телекомпанию наш юбиляр пять лет проработала преподавателем по постановке голоса. Сперва в Культпросветучилище, а затем и в Педучилище. А до этого Кульпаршин Курмантаевна четыре года преподавала теорию в детской музыкальной школе в ее родном поселке Карабутак. Сегодня Кульпаршина Аккатову поздравили не только коллеги, но и сотрудники областного Акимата. Они вручили почетному диктору благодарственную грамоту от имени Асхата Шахарова за заслуги перед обществом. «Новости смотрят миллионы людей, а диктор – это лицо новостной программы. Такая важная роль подразумевает, что у диктора должен быть строгий стиль. Нужно тщательно подбирать слова, ведь зритель уже слушает, и шанса на повторный дубль нет. Нужно четко говорить, доходчиво, из первого раза. Богатство словарного запаса и чистота речи – вот что красит ведущего и делает его профессионалом». Программа «Таулик» впервые вышла в эфир 1 сентября 1997 года и с тех пор выходит ежедневно по будням. Над ее созданием работало семь человек, а Кульпаршина Акатова стала ее первым ведущим и к флагманам на многие годы. Углад Рогушев, программа «Факт». Национальная сборная Казахстана подзидо выступит на этапе мирового турнира «Грэнд Слам», который пройдет в Абудабе с 11 по 13 октября, передает спортский EZ. В этом масштабном событии примут участие 236 спортсменов из 33 стран. За честь Казахстана на татаме будут бороться 13 дзюдоистов. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Желаете переехать в новый город, не уезжая из Старого? Представляем вам жилой комплекс «Береке парк», который строится по принципу «Город в городе». Лучшее место в Актобе. Он расположен чуть выше микрорайона Батыс-2. В пяти минутах езды от вас развитая инфраструктура и все новое, что построено в Актобе. Удобный заезд вверх по улице Молдогулова и далее палаш Данглы. Чистота, экология, безопасность. Принципы «Грин-Сити» и «Смарт-Сити» — это то, на что мы ориентируемся при планировании «Береке парк». Будут применяться современные технологии, обеспечивающие безопасное проживание жильцов. Особое внимание нацелено на надежность, современность, экологичность материалов. Живи, работай, отдыхай. Это место безграничных возможностей. Уникальный ландшафтный дизайн, продуманное зонирование, где каждый найдет отдых по душе. Квартиры в «Береке парк» — это высокие потолки 3,3 метра и панорамные окна с видом на озеро. Жилой комплекс «Береке парк» — новая жизнь в новом городе. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга — реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно — навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» — всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм.